кабачки пяточки не забрал вас итальянец да говорят что итальянца не было никакого что-то подстава остались тут на хозяйстве на ради что виталию не уехали ради что тут она вы жопензы мои ничего после нового года пойдете до андрюхи на список шейндлера хай растут дай бог а вот 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 Идите, идите, идите. Уже гудит, видите, тут Анатолий сделал мне эту буржуйку, вообще не наградуешь, не дымит, не динит, и когда все закрываешь так долго-долго, так что сейчас открыто, понятно, что она хорошая, тогда я закрываю все, и вот так по чуть-чуть. Они у меня уже на полноценном старте, стартовый корм, уже без предстарта давно. Ну, идут нормально, смотрю, идут хорошо, вес должен быть у двух месяцев от рождения нормальный. Сейчас покажу тех, которым через 10 лет будет ровно 4 месяца, то есть 129 рождения. Посмотрим тех, кто же посмотрит, а то я их не замечаю, я их каждый день вижу, а вы их редко замечаете и посмотрите. Ну, а так вот, грубо говоря, вот это я их оставлю. Сейчас это все прогорит, скину большой пенек сюда, сыроватый, и все наглухо закрываете все. Тут и кабачок, и каточок, и это все на спорте. Вот так, тяга пропадает, и потом понабрасываю, что такое собачок. Ну, а насчет аматора, аматор, только вот недавно поносы прекратились вместе с Вероникой. И сюда я кинул своих двух с больнички. Это те, которые болели, весь выводок Леха, эти два выжили. Свинка и кабанчик. Свинка и кабанчик, ну, как мы можем наблюдать, пошли хорошо. То есть, начали уже в рост, стартанули ого-го. Едят тоже хорошо, корм у них постоянно, вода постоянно. Ну, а эти аматоры подрастают. Короче, я этих больнички кинул сюда, в аматоры. И это, как бы, у меня, ну, тут и приезжие, и два моих с больнички. Ну, эти хорошо пошли, да, Вик? Вот, на самом деле, вот та свинка вообще именно копия Петрен. Именно все передалось от маминой линии Петрен. Хотя покрывалась кантурша дюрком, а передались формы Петрен. Вот именно свинки пошли. Кабанчику не так. Ну, кабанчик тоже такой впитанный. Ну, а эти, понятно, они меньше и только-только вот пришли, грубо говоря, в себя. Поносы прекратились, уже начали нормально есть. То есть, вот этот, свинька вообще уматна. Короче, растут, все растут и вес потихоньку набирается. Вот, друзья, хотел вам показать признак, что поросятам температура та, которая им надо. Вот они ходят, ходят, где попало, бух лёг, лежит. Ну, то есть, они не сбиваются в угол. Там где-то в угол, в месте, чтоб кучкуваться. Они ходят, ходят, кто там захотел лечь, лёг, где попало. Хоть вот тут ложатся, хоть там. Ну, то есть, где попало ложатся. Ну, только что повставали, я хотел показать. Это говорит о том, что среда для обитания поросят именно подходит. Если он ложится, где попало, не бьется в уголок, кучкуется. Тогда они замерзают и у них уже темпы роста, энергия роста не так. Ну, это мои наблюдения там, не знаю. Я думаю так, если они в кучку сбиваются, значит им холодно. Ну, тут они вроде бы не сбиваются. Если утром захожу, лежатся так пока там все. Кто где. Ну, сарай стараюсь протапливать. Вот уже потухла надо. Ох, разгорилась. Сарай протапливаю каждый вечер, а так не ленюсь. Чуть-чуть оно там пять дровинки пойдёт. Но зато тут комфорт и тут отлично. Загудела уже. И потом, когда оно полностью разгорается, я его вот так на глухар закрываю все. Тяги нет и оно еле-еле там уже иврит. Ну, пускай пока так. Хоть чуть-чуть оставим тягу. Поддувало я вообще не открываю. Думаю, пускай так. Короче, взвесим. Взвесим, через 10 дней вас. Когда вам будет ровно 60 дней, будем взвешивать. Ух ты, за кабачок. Кусучий. Кусучий. Ух, кабачок. Эй, кабачок. Самый кусучий. Кабачушка. А, грану прям кусок, да? Да, а то, что билетайку, то кабачок. Это чё? Вот это же мордяка. Деррики. Пасах порстеваю. Салому. Саломы у меня много. Санкер, спасибо. Печенье. Это, друзья, та партия. Ну, не партия. На откорме. Что остались? Восемь штук. А четырех штук с этой партии забрали. Крупных кабанчиков. Их я продал. Остал себе всех, которые были меньше. Ну, тоже нормально. Идут. Через 10 дней. Через 10 дней бы, конечно, взвесить. Ну, кто его знает. Получится или нет. Качай, 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 качай. Качай, качай. Есть хорошие. Тут четыре таких. Вообще хороших. Хотя чуть поменьше. Но, растут. Это от моего каштана. Машка и каштан. Они у меня на гровере. Гровер. Стараюсь, чтоб постоянно был. Ну, едят, я бы не сказал, что сильно много. Да? Вот такие у меня. Ну, это, я думаю, к Новому году должны быть. Подтянуться. Ну, а там посмотрим. И еще весь, грубо говоря, еще октябрь. Весь ноябрь. И, грубо говоря, дней 20 декабря. К Новому году, может быть, и поспеет. Ну, как оно все пойдет. Ну, пока нормально. Растут. Вес набирает. Тут тепло. Вытяжки есть. Вытяжки пока справляется. Я вытяжки не закрываю, где большие. Вот, вот так. Тут вот этой клетки хватает на 10 штук. Ну, а их 8, я думаю, сильно передерживать не будем. Так, туда-сюда их и килограмм 115, 120, 125 поубираем. Ну, опять же, будем смотреть по ситуации, потому что думаем одно, а так оно по факту будет непонятно. Ну, а так видно, что все мясные, все видно, что основная масса похожа на Петрена. Вон, видите, бегает-бегает, лев где угодно. То же самое. Комфорт это в первую очередь. Если он ложится где угодно, значит ему везде тепло. Ну, или едет свинке или кабанчику. Это говорит о том, что тоже их все устраивает. А вот, друзья, этим поросятам у нас получается на следующую субботу, через неделю будут ровно 30 дней. Ну, получается им 23 дня там или 22 дня. Их так как было 8 штук, так и есть. Поросята довольно такие, не мелкие. Тоже интересно взвесить у 30 дней. Ну, вес я уже вижу будет очень хороший. Так же постоянно контролирую за предстартом, чтоб у них был каждый день добавляю. Да, чуть-чуть раскидывают, не без этого. Ну, и тем не менее употребляют. Тоже едят неплохо. Это тоже у меня откормочный вариант. То есть получается, грубо говоря, этих отсадим туда. И будет эти месяца, те, что рядом итальянцы, тем будет два месяца там, пару дней разница. То есть увидите разницу месяц и два месяца. Они две рядом клетки будут. Ну, и этих посадим опять же на маленькую кормушечку. А чуть подтянутся, потом пересадим их там, где итальянцы. А итальянцев уже переведем в этот сарай. Думаю, успею заделать ту клетку. Вот эту. И так и сделаем. Мне сюда надо что, плитку положить. Туда плитку и сюда плитку положить. И все, и кормушку поставить на откорм. И так же для откорма у меня получаются те две крайние клетки. Слева и справа. Тут тоже откормочная. Просто эфак надо будет другую перегнать. Дерков уберем на Новый год. Уже на мясо. И, грубо говоря, так и порешаем. Эти тоже заполним откормом две. Ну, а потом еще возьмем здесь с этих клеток какую-то. Одну или две тоже. Пустим их на откорм. Пока на зиму. Ну, а свиноматок буду менять. Станки ставить. Эту мы сейчас уберем. Поросят я все время забираю в 30 дней. Не в 45, не в 40, не в 50. А ровно в 30 дней. Раньше забирал и в 28, 27. Смотрел по свиноматке. А сейчас забираю в 30 дней нормально. Хотя по Анфисе и не скажешь, что у нас свиноматка истощенная, худая. То есть нормальная свиноматка. Хотя недолго осталось их кормить. Вот такие у нас поросюхи. Вот, друзья, а так они лежат, когда их всех все устраивает. То есть кто где попало. Вот, допустим, эти тут. Одна там. Вот это говорит, что их устраивает температура. И вот корм. Вот так. Да. Корм différents. Кормоматка.